Щелковский пленэр – традиционная выставка Союза художников в Подмосковье, которая ежегодно открывается в преддверии осени, незадолго до дня городского округа Щелково. Экспозиция рассредоточена по нескольким площадкам, но открытие непременно проходит в Щелковской художественной галерее. Этот проект у нас большой. Сначала он был вот такой камерный, только для одного зала, но потом желающих стало всё больше от того, что мы стали ездить на пленэры. Действительно радуют работы у нас здесь. Художники представлены в этот раз из электростали, из Троицка, из Фрязина, из Пушкина, из Вантеевки. Жизнь кипит. У всех как-то вот такое настроение сейчас приподнято. В проекте Подмосковного союза художников представлено около 70 авторов. В нём обязательно участвуют местные живописцы из биокомбината Монина-Загорянского. Непосредственно из Щелкова художники Александр и Ирина Глебова. Их полотна соответствуют с пейзажами мастеров из Троицка, электростали, Пушкина, Фрязина, Ивантеевки и Королёва. Давно сотрудничаю с нашей замечательной галереей. И мне очень приятно, во-первых, что вот эта выставка «Щелковский пленэр» она у нас традиционная. Она у нас проходит каждый год. Занимает несколько площадок. То есть это не только галереи, помещение галереи. Это ещё и Фрианово, это ещё и наши щелковские городские библиотеки и другие учреждения. От Королёвского отделения Союза на выставке участвует около десяти художников. Одна из них – Надежда Ермола. В галерее размещены две из пяти её работ, в том числе пейзаж «Как бы весенние настроения». В нём она пытается передать смешанные чувства, возникшие весной на фоне пандемии. Немножко такие серые оттенки, но всё равно весна наступала, весна пришла, и зелёный оттенок на траве, он диктует именно начало радостной весны, начало изменений. Союз художников Подмосковья, он очень помогает мотивировать работу в том плане, что работа всегда закончена, я всегда знаю, что будет такая-то выставка, я стараюсь, работаю. В создании пейзажа, натюрмортов авторы использовали техники акварельной и масляной живописи. Есть и компьютерная графика художника Алексея Дробышева. Художник, до этого рисовавший классическим способом, провёл эксперимент. Вместо мольберта и красок взял на пленэр графический планшет. Получились яркие картины с детальной пририсовкой фигур. На выставке работы размещены на входе в галерею. Сама экспозиция будет выставляться в Щёлкове до 11 сентября. Ростов-Великий, Черкизово, Ельдигина, города на Волге и Десне. В этих местах побывали подмосковные художники. Их работы можете увидеть и вы. На выставке в Щёлковской художественной галереи. Вход, как всегда, бесплатный. Михаил Аналётов, Валерий Жеглей. Щёлковское телевидение.